Еще несколько дней назад здесь на месте расчищенной ныне площадки возвышался многолетний бурьян и копились десятилетиями груды мусора. Сейчас, когда этот участок расчистили, взгляду открылся двухэтажный кирпичный дом, предположительно конца 19 века. В последние несколько лет мы наблюдали здесь только безумно заросший бурьяном участок местности. И вот только сейчас открыли буквально для взора остатки какого-то исторического здания высоту же два этажа, который не видел никто из рязанцев, наверное, последние лет 10. Каким было предназначение этого здания, предстоит узнать, роясь в архивах и сопоставляя данные. Но более интересным открытием в буквальном смысле оказалось то, что скрывает под собой грунт этого пустыря. Работа на том участке, где мы с вами находимся, проходит в границах исторического города. Эта территория также является объектом археологического наследия. И уже из этого ее статуса понятно, что при любых внедрениях в грунт здесь будут обнаруживаться какие-то остатки постройок, сооружений, артефакты и, возможно, захоронения. До настоящего времени у меня не было документально подтвержденной информации о том, что здесь располагалось когда-то историческое кладбище города Рязани. Очевидно, какое-то приходское кладбище, приходское некрополь. Также стоял храм. Этот факт удалось установить буквально сегодня. Останки человеческих скелетов видны невооруженным глазом. Предположить, что здесь, на этом месте, много столетий назад было кладбище, логично. А значит, прямо здесь когда-то возвышался и храм, как минимум кладбищенский. Все это выяснить ученым только предстоит. При простом визуальном натурном осмотре территории проведения вот этих земляных работ удалось установить важный для истории Рязани факт, что здесь располагался храм, здесь располагалось кладбище. И эта территория имела и до сих пор имеет сакральное значение, как освященная территория. Будет очень интересно выявить в архивах какие-то письменные свидетельства о том, какие храмы стояли здесь в эпоху Средневековья. Определить храмы наименования, время заложений, перестройок и исчезновения этой церкви. Сколько еще тайн и загадок хранит каждый метр земли в историческом центре города неизвестно. Но каждое из открытий приближает нас к более полной картине жизни наших предков, к истокам, а значит и к нам самим. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».